Очередное знаковое событие, которое состоялось в нашем регионе, 11-й Уральский медиафорум. Это масштабное мероприятие традиционно проходит при поддержке губернатора Свердловской области и Союза журналистов России. Участники события обсудили главные тенденции медиаиндустрии, перспективные форматы печатных и электронных СМИ, способы привлечения аудитории, работу СМИ в условиях предвыборного цикла. И вместе со спикерами ответили на вопрос, зачем нужны СМИ, если в современном мире каждый может быть медиа. Губернатор Свердловской области Евгений Куевышев поприветствовал участников 11-го Уральского медиафорума, который проходил на площадке Синара-центра и вручил награды представителям медиасообщества за вклад в развитие средств массовой информации. Пользуясь случаем, конечно, я хочу поблагодарить журналистское сообщество за то, что в этот непростой период мы прошли вместе. СМИ помогали уральцам с неименьшими потерями пережить пик пандемии. Как сводки с фронта вы передавали актуальные сведения, информировали обо всех ключевых проектах, о мерах обеспечения устойчивости экономики и поддержки граждан. Вы рассказывали о героях красной зоны, волонтерах, укрепляли веру и вредить то, что все трудности обязательно отступят. Отдельные слова благодарности тем журналистам, кто действительно со всем сердцем и со всей ответственностью отнесся к этой работе. Глава региона также поблагодарил журналистов за внимание к теме внесения воправок в Конституцию Российской Федерации и задачам, направленных на повышение качества жизни людей, росту их благосостояния и укреплению здоровья, обозначенных президентом России. В рамках медиафорума прошла презентация проектов печатных СМИ Свердловской области и мастер-классы с участием команды Инфорума. Союза журналистов России. Спикерами пленарных дискуссий и экспертных секций стали ведущие специалисты медиасферы. Не осталось в стороне Татьяна Мерзлякова, уполномоченной по правам человека в Свердловской области, а значит и журналиста, что немаловажно. Я хочу сказать, что все-таки журналисты должны оставаться творческими людьми и делать свое дело творчески, а не только под диктовку юридических норм. В то же время, чего я не люблю, это провокации разного рода. И здесь вы со мной, наверное, согласитесь. Нарушение каких-то нравственных норм – это другое. Я желаю вам, я вам сказала, я вас не смогу защищать, если вы будете провоцировать. Вот этого делать нельзя. Вот этого делать нельзя. Провокации, война, какие-то грязные технологии. А все остальное – работайте. Нынешнее положение средств массовой информации, особенно частных, вызывает массу вопросов. Особенно с активизацией блогеров, которые во время пандемии активно набирали очки. Однако у профессионалов их деятельность вызвала вполне ожидаемую критику. Управлять стадом баранов гораздо легче, да? Баранов гораздо легче управлять, чем, допустим, стадом кошек. А кошка каждая сама по себе думает. Это сказал Кайпица, это еще не я сказала. Очень многое зависит от приоритетов, которые будет, например, отдавать наше государство. Или оно будет отдавать приоритеты традиционным медиа, которые будут поддерживать, которые проверяют информацию, которые несут фактуру, которые несут глубину. Или она будет поддерживать, уходить и, допустим, в тот же интернет с ленностью мозга, с запуском каких-то флешмобов и так далее, и так далее. Блогеров пытаются приравнять к СМИ. Однако у журналистов, которые многие годы стараются создавать для своей аудитории качественный и непредвзятый продукт, это вызывает вполне обоснованные сомнения. И вот почему. Конечно, на сегодня любой человек, как прозвучало на пленарной дискуссии, может взять телефон, планшет, пойти снимать, выложить потом это видео. Но все-таки журналистика – это профессиональная сфера с той точки зрения, что нужны навыки для того, чтобы подать информацию. Информацию ведь можно по-разному подать. Все-таки, когда мы работаем в зарегистрированном средстве массовой информации, мы информацию проверяем. Мы работаем все равно на ее качество. Тогда как обычное физическое лицо, блогер, он может не обладать этими знаниями и может информацию искажать. Споры в современном медиапространстве неизбежны. Важен конструктивный диалог и форум позволил его достичь. Конечно, все зависит от решения законодательных органов на всех уровнях. Однако многое зависит и от позиции редакции в первую очередь на местах.